Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и Престой, и вовеки веком. Аминь. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы встречаемся с архиереем Польской Православной Церкви, епископом Семятическим Варсонофи, векарием митрополита Варшавского и всея Польши Саввы. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте, брат Отемный! Владыка, в Польской Церкви, которая является поместной православной церковью, ваша сфера попечения – это православные монастыри, развитие монашеской жизни. И хотелось бы отметить такой факт, что в Польской Церкви всего около 600 тысяч верующих, плюс-минус. Но количество православных обителей более 10, по-моему, уже 12. То есть это достаточно большое количество монастырей, обителей. В чем секрет такого явления? Это Божья милость, в первую очередь. У нас до войны, Второй мировой войны, были такие две обители основные. Это был Яблочинский обитель, который уже 600 лет, и Почаев. Почаевская традиция, она осталась и после войны. Но, как вы знаете, после войны все было разрушено. Яблочинским монастыря разрушили немцы. Братья разбегались по целой Польши. Но после уже, конечно, война окончилась. Братья начали собираться. И таким первым толчком был, когда митрополит Сава, наш правящий, стал ягуменом Архимандума обители Яблочинской. Тогда там появилась школа-семинария. Ну и потихоньку, потихоньку начали восстанавливать монашескую традицию. Там уже и вадыка Амиру покойный, вадыка Авель принимали монашество. При семинаре легче было найти кандидатов, чем вообще где-то в миру. Ну, надо сказать, что самое такое решающим моментом было, когда открыть границы, это путешествие на Афону. Слава Богу, афонские старцы очень хорошо откликнулись на наши просьбы. Мы принимали, теперь там подвязывается в Белозерке, дядя Гаврил, который так и первым стал монахом. И начал оказывать, например, помощь для тех, которые нуждаются. В начале они записывали кассеты про монашество. И молодежь в первую очередь начала слышать о том монахе. Ну, у нас вообще, ну, приходская жизнь была, конечно. И Вадыка Аминополитсава был первым епископом из монахествующих. Потому что после войны не было даже не то, что не было монахов, не было кандидатов. Из монахеств были вдовы, батюшки, которые после принимали монахество. Вот так. Ну, когда уже Афон раскрылся, нам показали вообще другую жизнь. И думаю, здесь огромную роль сыграл архимандрит Кирилл из Белозерки, который очень хорошо к нам отнесся. Оказали помощь. И тет говорил, вот эти деньги, которые ему жертвы на монастыре, очень часто было так, чтобы благословил, чтобы здесь дух монашиства явился. Ну, а после пришел братчик, издательство братчик. Братчик перевел старца Паисия. И этот был таким основательным толчком. Не только для наших, для нашей молодежи. Особенно он был заинтересован. Ну и, я думаю, что больше католики читают старца Паисия, чем даже наши. Ну и, с другой стороны, огромное попечение водоки митрополита о монастырах, о заботе о жизни монастырей, как они живут, что сделать, где можно новый какой-то открыть. Ну, конечно, у нас нет старчества такого, как там в Почаеве или на Афоне. Ну, как-то спасаемся по книгам, как-то говорят. Спасаемся. Ну и братчик очень много перевел афонских старцев, подвижников. После к нам пришла уже русская литература духовная, добротолюбие на русском языке. Даже есть у нас такие монашества, которые, например, отец католика, мама неверующая, а он идет в монастырь и придет. Православный? Да, у нас много есть. Не буду называть, но есть такие. Есть монашества из православных семейств, чисто православных семейств. Есть у нас даже монашки, которые сбегали из католических монастырей и пришли к нам, удрали. Так что пути они Господь определяет. Я думаю, что это милость Божия, прежде всего. Это Божья милость. Люди, которые приходят в монастырь, они начинают менять свою жизнь. Ну, нам есть что посоветовать, есть что дать, книги. Но я думаю, что важно и по печенью Вадыки Метаполита. Мы чувствуем, что он заботится, он звонит, чтобы как монастырь живет, как там хозяйство, как там то, как службы. Но стараемся сохранять, конечно, православные традиции монашеские, как столько можем. Мы не Афон и не Пачаевская лавра, но насколько это… Потому что люди очень часто приходят в монастырь из семейств, где вообще никогда про монастырь не слышали. Так что всякие судьбы бывают. Стараемся есть и дети священников, которые… Вот я тоже поповский сын, который… Мне так очень всегда… Мечта, это была мечта. А мечта была такая, что мой папа, отец Протея Вадимир, когда он был в семинаре в 60-х годах, они сделали паломничку с Пачаев. Пачаев это было украинское уже. Был такое впечатление, там не люди живут, там ангелы живут, а какое там пение небесное. А я прямо, мне все горит. Господи, чтобы мне хотя бы на полдня там попасть, что-то побыть, как это… Ну, я знал приходскую жизнь, конечно, приходская жизнь, она очень сложная. Все время надо с людьми возиться, и проблем много. А вот такое, это мне как-то в сердце запало то, что он рассказывал. Ну, после в 76-м году, это уже яблочин, семинария было, так что я уже так по нему потихоньку начал. Ну, владыка митрополитца, когда был яблочинем местником, он меня так все время подталкивал немножко. Не то, что там, ну, знаешь, вот ты будешь там, останешься, будешь помогать, поедешь тут, познакомишься. Я, говорит, монах, я не умер, живу. Ну, это где-то, ну, тяжело, знаете, если нет такой традиции, например, в Греции, са-та-та, или на фон идут за это. Это сложно. Ну, слава Богу, как-то Господь, Господь, так этим все. Так что это такой феномен, который тяжело рационально понять, потому что каждый имеет свой путь. Я думаю, что очень важно у нас монашество, это всегда Святой Паисий говорил, создавайте трезвое, нормальное монашество. В наши времена это очень важно, чтобы вот противостоять этому светскому миру и этим всем согласнам, которые в миру создаются. Ну, и так что, ну, мы много учимся еще, много учимся, мы ездим, смотрим, нам помогают. Тоже, слава Богу, что вот откликнулись вот греческие братья на Афоне, которые нам, нам очень великую помощь оказали. Они были здесь, к нам приезжали, икону чудформу нам привезли. Тогда паломничеству пришло около 15 тысяч молодежи из всей Польши. Они через всю Польшу шли пешком. Это молодые люди, которые приходят в монастырь. Они ищут выбора в жизни никакого. А мы им предлагаем, пожалуйста, кто хочет, вот читайте, разумляйтесь. Кто в семинарию хочет, пожалуйста, кто в монастырь, кто хочет стать священником. Поэтому, слава Богу, мы как-то так благодаря нашему епископату. Это огромное попечение молодежи, и это принесет нам великое, такой плюс приносит. Поэтому, ну, слава Богу, монашество – сердце церкви. И мы знаем. И наш народ православный в Польше очень любит монастыри. Много жертвует, много вносят своего какого-то позитива. Другого тоже приносит монастырьскую. Много учатся, например. Ну, у нас научились молитвы Иисусова. Начались 20 лет назад. Узнаешь, что есть такая молитва Иисусова. Где-то слышали, что там есть молитва. Это всё у нас новое, всё новое. Владыка, вот вы несколько раз, отвечая на предыдущий вопрос, процитировали старца Паисия Святогорца. Я знаю, что вы общались со старцем, будучи на обучении в Греции. Что вы почерпнули от общения со старцем Паисия? Что почерпнули для своей монашеской жизни, для развития монашеской жизни в Польше? И каким он вам запомнился вот как человек? Это было чудо, потому что, когда я был в Греции, там полтора года, меня отец Ян Мейндорф послал, чтобы я там немножко побыл. Отец Ян Мейндорф? Да, он мне помог. Ну, знаете, вы там, говорят, пока вернётесь в Польшу, потому что времена были такие, мы не знали, или придёт этот сатиризм, он не останется. То есть это 80-е годы были? Да, 80-е годы, да. Ну, он так послал меня. И, ну, говорят в Фессалоне, как на факультете богословства, что старец Паисий, старец Паисий. А старец Паисий туда поехал, студенты. А старец Паисий туда. А старец Паисий знает все языки мира. А старец Паисий все болезни. Ну, я поехал, значит, когда я уже был в Белозерке, так, я к отцу Кирилова, говорю, знаете, я хотел бы на Богословице, к старцу Паисий. Ну да, он, ну да, ну, если хочешь, ну там, ну да. Ну так, он не очень так, ну а мне интересно было. Он и благословил, я пошел. Первый раз было, это вот там было закрыто. И там у него был такой забор, и была такая проволока, и ключ. Вы звонили, если он вам благословил, то посылал ключ, вы открывали. Ну, там несколько человек было, и писал, я оставляйте ваши карточки, я за вас всех молюсь. Я три раза у него был. Ну, другой раз пошел, это уже нормально, вот так. Я не знал, что он святой. Это же, я с ним, ну, он очень, очень, ему интересно уже из Польши. Как православный из Польши, там же все готовили. Ну, я ему рассказал историю нашей церкви немножко. Я его пригласил в Польшу, говорю, приезжайте к нам. Вот, вы очень нуждаетесь, у нас возрождается монашество. Как-то мне очень, очень, очень открылось все. Он так, ну, рассказывал, ну, мне мама умерла тогда. Я вот говорю, не знаю, мама умерла. Ну, говорит, ты не беспокойся. Вот теперь, теперь две мамы, Божья Матерь твоя, мама там радуется. Ну, я спрашивал, что будет у нас, и война будет, бери. Я говорю, нет, нет, не беспокойся, мучеником ты не будешь. Не беспокойся. После, рассказывал мне про старца Тихона. Когда, знаешь, мы часа беседовали. Я говорю, вот, у меня русский старец был Тихон, я у него был послушником. И когда тут я поднес ему кушать обед, я открываю дверь, он уже перед смертью лежит, уже на постели. И очень злой такой был. Я говорю, что ты там пришел, ты мне там помешал, что-то такое. Я говорю, отец, а что случилось? Ну, у меня гости были. А кто такой был? Ну, Божья Матерь, все они радостные. Мы беседовали. А ты вот, вот такой он. Ну, такой его очень греки любили. Он писал приглашение на свой похорон в греческий монастырь. Я уже сам выкопаю яму, но вы только проходите меня, опустите, помолитесь. Это мне он рассказывал. Первый раз тогда про старца Тихона. Он говорит, что он был свидетелем, когда он у него там спал, у старца Тихона. А старый Тихон сказал, ты не приходи только, ты только на литургии был свидетелем, царство приходи. А на утренние, на утренние она не надо, просто не приходи. Ну, я говорю, почему? Он говорит, ну, я был молодой, мне интересно было. И вот я стою, проскомедию совершает, а на проскомедии святыян крестители стоят, ангелы стоят. Все стоят, которые он напоминал. Я вообще в обрак попал, но поисповедовал отца. Он говорит, ну, ты никому не говори, знаешь, я грешный человек, ну, видишь. Он сегодня рассказывал историю, которую я никому не рассказал. И мне, когда я написал, издал Арсения, который мне попросил его, его родственного отца, старца Арсения, что, вот видите, мне уже надоело жить. Я человек грешный. Что же нет меня хотят? Я сам должен поучиться еще у каких-то старцев великих. Ничего я в жизни не сделал, до хорошего этого. Ну, и думаю, ах, надо умереть. А как умереть? А очень просто. Думаю, я пойду на Афон, там пещеры есть. В пустыне там, в пещере, я взял с собой хлеб, взял воду. Великий пост. Я пошел, так сделал. Ну, и там молюсь, молюсь, прочитаю все Плантиры, и все монашеское правило. Все, хлеб окончился, вода окончилась. Думаю, ну, голодной смерти. Думаю, Господи, примите дух мой, мне так говорит. А после слышу, что в кустами что-то такое пошевелилось. Я выхожу из этой пещеры, смотрю, а там светятся глаза, волк стоит. Ну, Господи, благодарю Тебя, что Ты высушил моё. Пришел Бог, чтобы меня съесть. Я встал на колене, обнял голову руками и ожидаю говорить, чтобы он меня съел. Но он не съедает. Стою, стою, ожидаю, ничего, ничего, ничего. Молитву Иисусову твору. После, что ты мне не съел, я открываю глаза, стою на колес, смотрю на него. Он мне приносит вот такой хлеб в зубах, оставляет передо мной и уходит. Это его слова, это вот как… Он мне то рассказал. Он говорит, ну, старый, значит тебе еще жить надо, чтобы мучить, попомучиться. Ты еще не достоинся, Царство Небесного. Вот. Я много раз спрашивал, говорю у нас. Мы начинаем так монашество в Польше потихоньку. И вот как Господь призывает людей. А он говорит, а Господь это так призывает, как… Рыбак имеет удочку. Для одного, значит, такого рыбачка, для другого такого. Для того, что для тратера такого. И для каждого есть примарка. Вот. И так Господь выловит всех, которые приняли спасение в монастыре. Так что для тебя тоже что-то там подготовил такое. Мы там рассказали, вот видишь, так что… Так что милость Божия такая. Ну, а потом я говорю, ну, вот, ну, что хотелось бы к вам прийти. Он говорит, ты знаешь, ты когда придешь следующий раз, то ты там… Не иди через форточку. Вот там в заборе дыра. Вот через эту дыру приходи. Потому что там никто, мало кто знает. А то меня придет, масса народа. Я говорю, пришел один ко мне молодой человек и говорит, отец, я слышал, что ты чудеса совершаешь. Ну, да, говорю, да, совершаю. А ты вот покажи мне чудо, чтобы я уберывал. Ну, говорю, ты где? Иди в мою келью, там весит топор. Ну, пошел, приносит топор. А теперь собрались на колени, голову на дерево. Там я тебе вот другую голову, помолюсь, она сразу станет. И когда я удрал, вот уже его не было. Такие всякие происшествия были у него. Но он очень смиренный. Он, наверное, вот такое смирение было. Он, ну, был одев такой, ну, как носит, швитер такой, с дырами, там, этого. Подрастник-то у него был уже так старенький, что чуть-чуть за колени было. И пришли эти паломники к нему. И вот, ну, там, разговаривают. И я такой. Он до одного подходит его в морду. Так раз, раз. Старец. Почему? За что? А что ты держишь, продаешь порнографические фильмы? Ты знаешь, что ты делаешь? Ой. И он его первую жизнь не видел. Ты знаешь, что ты людей в ад тянешь, прямо в открытую тянешь в ад. Ты знаешь, что там, ты хочешь туда попасть? Я там был, я видел, как ад выглядит. Ад. Это не то, что там убийцы, страдая, вечно мучиться. Но даже на этих демонстатах, это уже отвратительно, это уже страшно. Хочешь? Ну, и после этого покаялся, продал эту свою... Нет, это было так. Никогда не думал, потом ставить ситуацию. Вот такой раз, ну, раз в этом. Но он покаялся. Так же там тысячи таких происшествий было. Владыка, ну, если вернуться к основной теме нашего разговора, к жизни монастырей в Польше. Наверное, одним из самых значимых событий, которое состоялось в прошлом году, было освящение восстановленного Благовещенского храма в супрасльской обители, которая насчитывает уже более пяти веков своей истории. Примечательно, что как и в становлении обители, так и в ее возрождении принимал и весь народ подляшья, подляшской земли здесь, в Польше. Но также приложили свою руку, в частности, к росписям и сербские мастера, как некогда пять лет назад расписывал сербский монах Нектарий со святой горы Афон. Расписывали и белорусские мастера. И, наверное, в возрождении монастыря тоже проявилась вот эта связь православных народов различных регионов. Здесь, в центральной Европе, в православных Балкан. Насколько вообще знаменательно возрождение супрасльской обители для всей православной церкви в Польше, в целом для всего православия мирового? Да, это великое супрителюность было, потому что, я хочу сказать, когда вот этот митрополец был белостоцким архиепистком, он предпринял на себя эту тяжесть. Никто никогда не думал, супрасль это была руина. Немцы разбили все там, эти фрески уже закрали, это был простой приход. То есть, в 1944 году немцы взорвали монастыри, уходя с этих территорий? Да, да, потому что на колокольне они имели, чтобы смотреть. Наблюдательно. Наблюдательно. Там советская армия шла в 1944. И чтобы советская армия не имела вот этого преимущества уже с горы смотреть, они весь монастырь, они весь монастырь разбились. Ну, никто не думал, никто не думал. В постройке супраса вся церковь взяла учесть, все. Не было, и помогали, и католики помогали, и власти благословно как-то отнеслись, потому что это есть уникальная архитектура. То есть, архитектура соединения готыка с православным храмом, там же окошко готыцкие. После супраса это была такая построена, чтобы, если бы не дай бог, какая была там напасть или что, чтобы там можно сохраниться было. В татарское время строились краны на Руси. И для нас это огромная традиция супраски. Мы это очень хорошо создаем. Это есть супраски моноскрипты, ирмологи супраски, известны по всему миру. Также у нас это очень, очень, очень важно. Ну, тоже важно было, кроме того, что мы его отстроили, чтобы возродить. И там монашеский жизнь, там был приход. Вадыка Мирон покойник, там уже подвязался, конечно. Там было много братьев, но когда уже другие монастыры строили, так братья подруги монастырями немножко разошлось. Ну, слава Богу, в наше время. Ну, Вадыка Андрей взял на себе эту огромную, огромную тяжесть расписки. Это огромные деньги. И народ, это все однородно. Ну, Вась тоже помогала. Ну, теперь, я думаю, что во всей Европе от Бога на запад нет церкви такого, такой постройки таких расписей, как у нас в супрасе. Вся Европа туда приезжает. Особенно потому, что супрасе, то есть, что она имеет свой микроклимат. Там приезжает отдыхать. Я помню, когда я там был, приехали мотоциклисты такие, на этих Орле всякие приехали. Я подошел, мне так интересно, мотоциклы такие хорошие. Ну, тогда мы начали разговаривать. Они с Шчетина приехали. А где Шчетин, где Супрас вообще? С немецкой границы. Это их приехало уже с 20. И они там, везде там были, в этом музее икон. Я говорю, ну, что вы так приезжаете? А, батюшка, мы каждый год приезжаем сюда, потому что мы очень хорошо здесь чувствуемся. Каждый год мы сюда приезжаем, здесь очень так, вообще другой мир, как бы. Вот. Супректована визитовка, прежде всего, для всей Польши. Важно то, что монастырь в 1496 году он создался. Также в Православе было здесь еще до заборов. Было еще до разделения Польши. Потому что есть такие языки, которые историки, очень такие ревностные, которые говорят, что в Польше православие пришел в втором месте. Когда было разделение, вот привез. Царин на телегах привез. На телегах привез, да. Но это, конечно, сегодня уже это провернуто, эта версия. В Польше хорошо знать, что православие пришел с Цекиром и Мефодием. В Польше их ученики принесли. И вот, например, Япучинский монастырь. Это свидетельство, что мы здесь уже тысячу лет. И мы такие самые, тогда в таких правах, как и другие. Мы не привезены, мы здесь. Как только кто-то говорил, что ни с парашюта нас никто не сбросил. Ну и Супровский монастырь, он является таким особенным местом. Там были школы, там было просвещение. Он был очень богатый. Много земель. Ну, то-то уния пришла. Прямая уния, он пошел в запустение духовное. Но после, когда веровали в Церковь, мы потихоньку стараемся его. Но это был подвиг всей Церкви. Это был подвиг. И верующие, и неверующие уже творили, кто только мог. Потому что, ну, это такой символ нашего православного единения. Не важно, кто ты, это белорус, украинец или поляк. Но это православное, самое ваше, это православное. И вот, поэтому стараемся, стараемся. На Церковь Гавриле покойный очень много там вложил труда. Ну, каждый, каждый, каждый там было что-то свое составлять. Ну, слава Богу, слава Богу, что наши власти польские хорошо к нам отнеслись. Игромную роль отыграл наш посол Чехвин. Он тоже ходатайствовал в Сейме. То есть послу, депутат Сейма? Депутат, да. По-русски Евгений. Его тоже трудом благодара. Вот это подвиг. Это не так, что кто-то себе подумал, а на другой день уже все так... Нет, это надо было очень тяжело работать. Даже были семьи, которые даже одну треть своих жалований отдавали на Субридский монастырь. Потому что надо, если построить, надо быстро строить. Потому что времена могут поменяться. Сегодня можно, завтра, может, уже не дадут. Так думали. Так думали и так думали. Строить надо, построить и все. Если уже построят, то наши. Уже нас никто не заберет. Владыка, Вы упомянули, что в униатский период монастырь пришел в упадок. Это было заметно не только по состоянию духовной жизни, но и хотя бы по тому факту, что униаты замазали известью все фрески уникальные. Старые братья вынуждены были уйти из монастыря. Но были такие обители, которые, несмотря на все притеснения, оставались православными. Что самое удивительное, Яблачинская обитель. Да. Буквально в 30 километрах от Бреста, где епископы-отступники объявили унию с Римом, осталась в православии. Вот можно ли говорить, что здесь православие оставалось, может быть, где-то в такой криптоформе. И, насколько мне известно, в последнее время попытки униатов возродить свой проект снова обретают некую форму. В том числе и в супрасли они пытаются какие-то свои претензии на нашу святыню показать, объявить. Уния для нас это была катастрофа. Это было предательство, страшное предательство. Это для нас было как Великая Пятница, когда Юда предал Христа. Они поехали, вот эти епископы-предатели, в этот Балабан и Тарлецкий, в Рим. Они приняли унию, подписались с Папой Унией. Мы говорили, что как православные. И обманывали. То есть они утаивали. Они утаивали, да. Потихоньку, потихоньку. Это все уже, когда начали преследовать православных, конечно, это было страшно. Ну, проблема в том, что унияты всегда им покровительствовали короли. Власти покровительствовали. Им обещали, что они будут иметь даже свое место в парламенте в Варшаве. Ну, конечно, их тоже обманули. Гонения были страшные. Тысячи людей погибло. Вот этот Кунцевич, когда его в Витебске казаки засекли, тогда Зигмунд III король сказал, что там 400 человек, что были православных убиты, как месть. Ну, наверное, стоит вспомнить обстоятельства, из-за чего убили муниатского архиепископа. Он даже запретил, чтобы, когда был похорон православных, чтобы выносили покойника через центральные врата, только чтобы выносили там, где выбрасывают эту всю нечисть. Канализацию, грубо говоря. Ну, что-то, вот. После он выкапывал там, где были православные похоронены, он наново выкапывал раскапанные гробы и кости выбрасывал. Он сказал, что вот эти схизматики, которые папы не почитают, они недостойны даже на этой земле. Ну, мучил, мучил, мучил в конце казаки. Ну, надо что-то с этим сделать. Уния повлияла тоже на политику государства. Польша снова стала разыграть вот эта война религиозная, ненужная. Потому что так был один в Византии, в запад, восток был, да, церковь, которые ушли две и думали, что снова будут две после, а теперь три оказалось. Задачей Ватикана было, чтобы униятов быстрее флотинство перевести. Но это не удавалось. Вот они в 1720 году такой Замойский собор сделали, где упрекали униятов, что надо быстрее, быстрее выбрасывать там иконостасии, что это, что это надо в латинском. Вот иконы надо, чтобы были такие западные. Но это не вышло. Это не вышло, они не перешли. Когда сказал мне один кардинал во Франции католической, что униятизм – это более ребенок ватиканской эконциологии. Неизвестно, что с ними делать. Они ничего не вносят, ничего хорошего не приносят. Православные, конечно, держали за свою веру. Афанасий Борецкий, который пешком ходил в Варшаву, защищал православие и проклял унию. Унию принимали богатые паны, земледельцы, которые имели. Ну, ему говорят, ты будешь унию сравнивать с польскими панами, которые имеют все приоритеты. Ну что ж, он принимал унию. А народ был безграмотный. Ну что ж, служат литургию. Поминают епископа местного православного местного. Ну и что, будем поминать епископа римского. Вот такой римский. Ну, там хорошо римский. Они про риме ничего не слышали. – То есть, большинство народов, в принципе, не понимали, что… – Они были убеждены, что они православные. Нет, это… Какой пан, такая религия. Есть такое… Они в глубоком вере, что они были православные. И когда они почувствовали понемножку обман, то ты о них охотно возвращаешься обратно к своим. Но интересная вещь была в том, что когда уже так насильно заставляли их в эту унию, под престолами они хранили православные богослужебные книги. Здесь самая великая потеря унии в том, что казаки оставить при православии. А казаки, они охотно всегда служили польскому королю. И они были верны польскому королю, но только с тем, что мы оставляем нашу веру православную. Когда король начал пытаться, чтобы перевести католичество и унияцу, тогда они… Нет, мы остаемся при православной. Мы были… После Хмельницкого было восстание, который обратился с просьбой, чтобы их принять в русскую певию. Но уния… До сегодняшнего дня где-то есть такие… Это беда. Нас все мучает с этой унией, потому что стараются теперь говорить, что Супрас – это унияцкая, что нам надо это восстанавливать. – Слушайте, Супрас был основан за 100 лет до Брестской унии. – Да. – Православные строили, а теперь, когда все строят, то легко уже сказать, что их не было, когда мы строили. Но я думаю, что здесь это бесполезно. Это бесполезные их усилия, потому что православные… Наши православные очень связаны… Мы как одна семья, можно сказать. Друг друга знаем. После мы очень связаны с еблочином. Нет ни одного в Польше православного, который бы не был на граборке. Вот и наши центры духовные, которые есть, ну, теперь путешествуют. Вот. Вот это монашеское… Я говорю, это очень важно. Она сливается как-то с нашей жизнью. Приходской, церковной… А униата, у них нет корней. – Ну, как Вы думаете, опасно ли возрождение униатского проекта для Беларуси? – Очень опасно. Очень опасно. У нас… Мы сохранили веру. Тысячу лет мы сохранили. У нас вера передается отца на сына. В Беларуси был Советский Союз. И, конечно, у нас… Когда уже эта уния там, что-то началась, значит, батюшки сразу начали проповедовать против унии. Проповеди, молодежь особенно, листовки. Каждый, каждый что-то там прочитал, кто это знал. А там, знаете, человек, он не был связан с церковью, а ему наговорат, что если Вы примете унию, то будете жить как в Америке. Это их такая… 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 Такая лозунг у них был. Это у людей очень легко обмануть. То есть легко ввести в заблуждение тех людей, которые не унаследовали духовную традицию от своих отцов, дедов, бабушек, прадедов. У них больше… У них благодати нет, они потеряли благодать, конечно, церкви, но они больше на националисты. Вот мы националисты, мы белорусы, мы не православные, мы не католики. Вот это самое среднее. Вот такой национал был, я его очень хорошо дал. – То есть у нас национальный проект для белорусы. – Для белорусы. Ну, они ловят, ловят даже неверующих. Это очень… Ловушку даже неверующих могут. И поэтому очень опасно. Надо… На Беларуси надо, чтобы церковь работала, молодежь, сестеринки, работали, работали, еще раз работали, потому что может быть беда. – Владыка, в завершение нашей беседы хотелось бы пожелать, чтобы и далее православные Польши смогли спокойно и уверенно свидетельствовать о своем православии, о вере своих отцов, дедов, прадедов. И, конечно, чтобы и дальше, и здесь, в Павляшье, и в других регионах, сохранялся религиозный мир, которым Польша может гордиться. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы беседовали с векарным епископом митрополита Варшавского и всей Польши, Савы, епископом и семьятическим варсонофием. Владыка, благодарю вас еще раз. До встречи! Господи, помоги Богу! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь.